Привет, ребята, с вами Ультраст Азурлейн, и сегодняшней темой видео является обзор патча 21 апреля для англоязычных серверов. Во-первых, начинается старт прелюдия ивента. Ну, знаете, как обычно, сначала рамку нам пытаются дать возможность подготовиться к её накоплению. А уже через неделю у нас будет сам полноценный в самом деле ивент, большой немецкий новый ивент. А пока мы можем, значит, качать в Советскую Россию Акаги, Элдридж и Квинн Элизабет с 20% бонусом опыта. Ну, соответственно, они будут в квесте, который позволит нам сэкономить немножко гачи валюты, немножко круто к будущим. Вот, ждём, получается, надеемся. Шикарно. У нас немецкий ивент как раз-таки был очень давно последний, всего лишь месяца 4 назад. Ага. Ну, а в этот раз на ультраредкий корабль не надейтесь, разработчики сказали, что ультраредкий корабль у нас будет именно на годовщину китайскую, которая будет в мае. То есть не сейчас, а где-то, видимо, к концу мая, получается, у нас будет этот ивент. Вот, и уже там будет ультраредкий корабль. Так что в этот раз немки, что называется, остались без ультраредки, что не так уж и страшно, учитывая, что Гутен вышла, как я и говорил, всего лишь 4 месяца назад. Blue Compression Plan, ну, грубо говоря, чертежи раздают на Одина до 19 мая. Выполняете исследование любой волны прототипов, вам нагрузка дают чертежи на Одина. В сумме 30 чертежей можно достать. До 2 мая можно будет в 3 раза больше кордата валюты получать для коршопа с кордовых локаций основного сюжета, что весьма шикарно. Ивент, в ходе которого можно было приобрести бесплатно скин на Саратогу, прикольный, замечательный, вот этот самый ивент, он навсегда попадает в военный архив. Эйзенбург получает секретарский квест. Персонаж запомнился, думаю, многим людям тем, что она играла немаловажную роль в аниме Azur Lane, если такое еще кто-то помнит. С системной оптимизацией обновлены всякие вот эти вот вещи, когда персонаж говорит, и рот как-то не совпадает с воислайном. Вот липсинг называется, как постараются, короче, движение рта немножко, чтобы совпадало и в DVD скинах. Не указано, правда, в каких, это везде было или не везде. Проблемы с отображением в операции сирен флотов, там какие-то возникали, тоже постарались разобраться. И пропажи при покупке гирским боксов из остального магазина тоже постарались разобрать. Ну а сам Light Run Aurora Noctis на Персеуса подошло к концу. Надеюсь, вы успели хорошо нафармить и надеюсь, вы успели наурвать Персеуса. Как минимум, тратить кубы я не знаю, стоило, не стоило, но покрутить за бесплатные билеты, это все-таки довольно приятная вещь. Я думаю, вы достаточно хорошо провели время. А теперь данные корабли, Хао, Персеус, Игль, Валиант, уходят, что называется, в закат. А с магазина еще можно будет купить неделю и с ивента за накопление тоже можно будет неделю что-нибудь подоставать. А насчет планов через патч, как я и говорю, через неделю нас ждет уже полноценный новый немецкий ивент и добавление новых скинов, пророченных к ивенту. Не знаю, почему в японском патчном где-то выделили, но как бы окей. И так было очевидно, что к новому ивенту новые скины, потому что скины являются вещью, которые кормят разработчиков. Это, конечно, шикарная прикольная информация, ждем, готовимся к новому немецкому ивенту, но гораздо важнее другие вещи. Во-первых, сегодня в 2 часа дня у нас пройдет стрим разработчиков Аркнайтс, 21 апреля, японский стрим разработчиков, на котором анонсируют, в том числе и для глобала новинки, которые выйдут очень скоро в Аркнайтсе. Во-вторых, 23 апреля в 2 часа дня 15 минут пройдет стрим разработчиков Аркнайтс китайской годовщины. Где будут прям совсем ломающие безумные анонсы, которые у нас на глобале в Аркнайтсе выйдут только через полгода. И в-третьих, 25 апреля в 2 часа дня пройдет стрим разработчиков Азурлейна, где анонсируют подробности нового немецкого ивента. Знаю, звучит как безумие, но вот так вот много активности, много стримов разработчиков, буквально в ближайшие дни их нам навалят целую кучу. Окей, прикольно, замечательно, я рад поставить стрим разработчиков, так что надеюсь, вы составите мне в этих начинаниях, что называется, компанию. В принципе, это все, что я могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Удачи, до новых встреч, ждем новый немецкий ивент, ждем стрим разработчиков. Пока-пока.